Хотели как лучше, а дальше получилось как по Черномырдину. Информация о том, что в этом году планируется капитально отремонтировать гораздо меньше домов, чем ранее запланировано, вызвала в обществе сначала брожение, а теперь конфликт. У главы администрации округа Александра Сергеенко слишком плотный рабочий график, поэтому за все пришлось отвечать Игорю Щепину. Руководителю не за столом и на дистанции, а с людьми и напрямую. А вот есть постановление нашего мэра Сергеенко, именно постановление номер 446 от 3 марта 2021 года, о том, что будет ремонтироваться 17 домов и выделенные суммы, можно сказать, такие даже колоссальные, не связанные с тем, что нам предлагает Конт реформированный ЖКХ. Это постановление отдано в прокуратуру Белгородской области, как несоответствующее законодательству, потому что мы с Александром Николаевичем, к сожалению, не все тонкости знали на тот момент, когда издавалось это постановление. Это постановление будет отменено, отменено так, как несоответствующее действующему законодательству. Сейчас вам секундочку скажу. Так, парковый 3? Да. Парковый 3. Да, у вас по конструктивам, у вас, вам фонд выделяет 7 миллионов 300 тысяч рублей. Поэтому определяйте, что вы будете на эти деньги делать. Помимо переноса, основное негодование вызвали и суммы, выделяемые фондом реформирования ЖКХ на капитальные ремонты. Речи об утеплении домов тут не ведется. У многих вряд ли хватит и на обязательные работы средств, хотя еще год назад все было по-другому. Они отремонтированы за счет жителей, проживающих в тех домах, которые будут в ремонте 35-43 годы. Я вам сказал, 2 миллиарда рублей Староскольский городской округ задолжал жители вот тех домов, которые были отремонтированы, задолжали тем, которые в 35-43 году должны попасть в ремонт. Но ситуацию в любом случае надо решать, а ведь это только цветочки. Многие задаются вопросом, зачем нам тратить такие колоссальные средства на благоустройство, если есть реальные глубинные стратегические проблемы. Я вчера смотрела от 23 марта доклад Александра Николаевича, и там были обозначены очень много проектов, которые включены для благоустройства нашего города. Может быть вот из этих выделенных средств, это не такие уже большие деньги, из выделенных средств добавить, взять из какого-то проекта и добавить нам на реконструкцию наших домов. Если брать систему водоснабжения нашего города, у нас 700 километров сетей, которые износ 100% водоводов. Чтобы вы понимали, 700 километров. Не, не, я говорю, нет, чтобы вы понимали. Минимальная цифра полтора миллиарда рублей на замену сейчас, чтобы привести в соответствие сети водоснабжения. Подождите, подождите, и 225 километров сетей водоотведения, то есть канализации, которые тоже, и там еще 680 миллионов надо. То есть вот мне больше двух миллиардов надо, чтобы у вас стабильно, без перебоев была вода холодная, горячая, и вы не тонули, и ваши подвалы не затапливала фекалиями. Возможно, подобные изменения в городе будут не так заметны глазу рядового староскольца. Но вопрос жилищного комфорта, ключевой, качели и бордюры, по мнению горожан, могут подождать. А вот крыша, тепло, вода, канализация нет. Также присутствующие задавались вопросом, по каким критериям определились дома, которые в первую очередь получили свой капитальный ремонт. Критерий, по которым отбиралось, не год постройки, не год, совершенно верно, а необходимость проведения капитального ремонта на момент приватизации первого квадратного метра в этом жилом доме. И вот на новом городе люди начали приватизировать квартиры раньше, чем на юго-западе. Кто виноват, это вопрос понятнее. Вот что делать, горожане ждут ответа, а точнее реального механизма выхода из сложившейся ситуации. Это их деньги. Какой алгоритм есть? Что вы предлагаете? Ошибки признавать – это хорошо, ошибки исправлять можно. Просто исправлять ошибки. Сколько денег фонда платы труда этого фонда реформирования ЖКХ? Из каких денег он получает зарплату? Из наших. Ну, я и говорю, нужен он или нет. Можем мы перейти в казначейство, уйти из этого фонда? Сами собирать. А механизмов всего два. Один из них действует сейчас. Так называемый общий котел. А второй выход – специальный счет. После 2015 года, в 2016 году, вот, управляющие компании не дадут соврать. Я их уговаривал, чтобы они с вами отрабатывали эту возможность перехода на свои спецсчета. Потому что, вот, все те деньги, которые действительно вы заработали, вы в любой момент, то есть, вот, посмотрели на счету, у вас собралось 2 миллиона. Посчитали ремонт кровли, надо 2 миллиона 200. Докинули, всем домом отремонтировали и на следующий год включили в ремонт кровли. И собираете дальше свои 30 лет. Да, да, вам, так сказать, с общего котла ничего не дадут, вот, ничего. Но все то, что вы собираете, оно ваше. И вы принимаете решение. Не за вас, а вы. Вопросов оказалось очень много и все острые по делу. Как человек ответственный и действительно неравнодушный, Игорь Щепин пообещал ответить и обязательно встретиться с горожанами по каждому дому. И мы распишем не так много у нас с вами, ну, я имею в виду, раз, два, три, четыре, пять компаний, которые участвуют, я имею в виду, в этом году. То есть, 42 дома, это всего пять управляющих компаний. Значит, пять встреч я проведу с вами тогда.